Это Ротвеллер Майя, так ее назвала Куратор, у которой она сейчас проживает. Майя около трех лет, ее нашли возле стоинки на Житомирской трассе. Она одиноко шла по обочине дороги, чуть пошатываясь, и не реагировала на окружающие звуки, возможно она попала под машину. У нее есть некоторые вопросы по ветеринарии, но это все решаемо. Майя очень ласковая собака, нуждающаяся в любви, но как и все Ротвеллеры, она прямолинейна и несколько упряма, поэтому опыт в общении с такой серьезной породой очень желателен. Когда она встретилась с нашей собакой в первый раз, то проявляла повышенный интерес и перевозбуждение, но это было сразу после поездки на машине, поэтому можно предположить, что в то время она находилась в стрессе. В целом она нейтральна к собакам, но нежелательно было бы брать ее в семью, где есть питомцы, так как даже если собака привыкнет к ним, не исключены стычки из-за игрушек, внимания или корма. Везли на сегодня собачку на знакомство, думали, что сможем позаботиться о ней, забрать себе, но оказалось, что она проявляет повышенный интерес к Леону и в целях его безопасности решили, что мы сделаем просто такое видео о ней. Она, скорее всего, квартирная. Она жила точно в каком-то помещении, это был не вольер. Значит, если это будет частный дом, если вы решите ее взять в частный дом, то это должен быть такой вариант, где она могла бы проживать в доме. Мы ее провели к себе в квартиру, в лифте абсолютно нормально едет, в квартиру нормально зашла. Вот. И я думаю, что она все-таки жила где-то в помещении с человеком. Кстати, там шпиц ходит, и она на него все время смотрит. Она хочет к нему пройти, познакомиться, но мы пока этого не даем. Вот, видите, она ходит и смотрит на него. Беспокойство выражает. Так как она жила какое-то время на улице, она должна была питаться чем-то, и сейчас она очень любит все целлофановые пакеты, которые валяются, которые у вас дома находятся. Она их может разорвать, и, ну, просто из интереса. Она привыкла к этому, и теперь целлофановые пакеты, пластиковые бутылки, она на все это очень активно реагирует. Также она реагирует на игрушки, пулеры, мячики. Она с этим всем хорошо знакома. Она знакома, кстати, с намордником. Мы ей одевали намордник, она спокойно его одела. По поводу игрушек, она знает все игрушки, которые чаще всего используются в играх. Это мячики, пулеры, канатики. Она с этим всем играет. Куратор говорит, что майя делится игрушками с крупными собаками. С маленькими в этом плане может быть сложнее, поэтому если у вас есть другие собаки, то желательно, чтобы они были плюс-минус размера майи. Конечно, если ваша собака не агрессивна. Майя очень ориентирована на людей, особенно на мужчин. Скорее всего, ее хозяином был мужчина. Я сейчас не буду ей давать мячик, потому что я его потом не заберу просто. Нет. Но она очень-очень дурно реагирует и хочет мячик. Я с ней, к сожалению, сейчас не могу поиграться. Нет. Тебе это не надо. Все, мячика нет. Сидеть. Молодец. Она абсолютно ласковая. Она подойдет в частный дом, но с проживанием в самом доме желательно. Я бы хотел, чтобы у нее была или квартира, или дом, чтобы она могла туда заходить. Желательно не в вольер. Номер куратора можете найти в описании под видео. Звоните ей по всем интересующим вас вопросам. Я, конечно, в шоке, как Лена здесь лазила. Это просто жесть. Но собачки здесь я не вижу и не нашел. Зато нашел коровьи головы. Штук, наверное, 15. Ну, следы явно не щеночка. Еще одна. Еще одна. Еще. Там две или три. Будем передавать вам зверя. Давай. Как он выглядит? Выглядит подуставшим. Боже мой. Да, его на руки брать, наверное. Боже мой. Все хорошо. Ой, скажи, нет. Надо текать. С той стороны? Да. Бери его на ручки. Он немножко напуган. Все хорошо. Ты молодец. Все нормально. Красивее. Да. Почти как моя собачка. Да. Сейчас вам на ручки его и домой. Кудой. Ну, тебе бы, зимой. Ребеночек. Еще гарантирован. О, Крещ еще сидит на нем сверху. Покинем его. Да, может быть. Ой, скажи. Замучились, скажи. Так, хорошо. Смотри, ты, наверное, его может домой. Ну, как бы кормик забрать. Там 20 килограмм. Просто, думаю, тебе сложно будет нести и собаку и кормить. Окей, тогда я не буду сюда дергать. Я с копкой выписку от врача. А, и тебе сброшу. Там ему надо будет симпатику три выкупить через пару дней. Я думаю, ну, надежно так будет. А мы делали там прививки, паспорт или что-то? Там все написано. Да, я сфоткаю, я все пришлю. Там, если будут какие-то вопросы, то... Хорошо. У меня вопрос. Можно ли... Делали ли ему... Тест на эндорит? Идем с малышкой в ветеринарку проверить ее на эндорит, на всякий случай. Чтоб домой себе не занести. А то у меня дома еще шпит, живет. А мы его прививки не делали. Поэтому надо глянуть. Скорее всего, там ничего нет, но на всякий случай надо. Будем ставить ей ушки. Красивенькие. Вот, вовчаточка будет. Такая истощенная. Кто-то сидит и засыпает. Налышка такая. Слышка, что-то. Слышка, что-то. Вовчаточка. А, Ваня, что хотите? Сейчас я вам перезвоню. Пять минуты наберусь. Что-то он так... Вот, это я рассказать. Это мы... Хотел тест на интервью взять, сделать, перед тем, как его домой принести. Потому что его нашли на трассе. И на всякий случай... А что там такой же запеневший? Ну, такой. Потому что такой нашли сегодня. Это ты что, боюсь? Да нет, это... Наверное, этот... Не доел. Это он такой спокойный. И все. Сегодня, да, вы его нашли? Да, да. Про тебя еще ничему неизвестно. Еще, да, еще совсем не понравится. Привет. Я подумал, что какой-то... Как его, стаффик сидит или... А, ну, похож такое что-то. Ну, может, зварняночка. Так, саметазон. О, клещи были, поснимали. Угу. Хорошо. Пускай фигура на месте замрит. Да. На пятницу... Ну, уже только после трех. Поддержать голову, чтобы легче было. Слышишь? После трех. Утро все забито. Пойдет, пойдет. Держи голову сама. Держи голову, не падает. Про аппетит еще не поверите. Не знаю, сейчас буду дома. Кормить... Ну, сказали, мелкими порциями. Через каждые три часа. Да. Сейчас ты не тут где-то, как голодавшийся. Ну, конечно. Не, а то нормально будет, нормально будет. Пойдет. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Я заберу еще. не поймали там такие чаще кусты у вас будет пока у меня не будем искать какая-то то ли шишка то ли родинка вот это я не знаю что клещ там был когда клещ кусают он носит размягчить кожу и как вместо это воспаление но может возможно там он долго сидел отпал бугорок на улице среди вообще нет ни домов нет ничего может быть и не болеет понятно но скажем так может быть такое что там он допустим заболел первые симптомы могут через 10-14 дней появится мой тест покажет если если сейчас есть инфекция покажет конкретно если на сегодняшний момент я понимаю может быть такой шланг не зараженном не может быть так проверим там дверь и как-то назвать как-то назвать даже записать его наверное или нет а можно и без записи то мы что-то позже придумаем тут засыпать поберется шишечный вирус спрыгивайте минут 10 спрыгивайте минут 10 Ага. Идем. Так, ну, есть тут полосочка на паровый вирус, вы видите? Вот, допустим, ярко-красная, это как контрольная. Ага. А вот эта вот одна, которая, даже Е2-Е2, это говорит о том, что наличие вируса есть сейчас. Что в этом случае лучше сделать и как поступить? У вас нет стационара? Вирусного точно нет. А не знаете, тут нет нигде стационарных заведений? Не знаю. Звонить, спрашивать, ну, у коллеги как бы есть, клиника тут на Боголюбово. Через дорогу? Да. Наверное, насколько там этот, есть именно инфекционный стационар под вопросом. Видите, да. Возможно, может быть такое, что клиника проявится там завтра, послезавтра. Ну, не важно какой яркости полоски. Я понимаю, да. Либо беременной, либо нет. Тут то же самое. Вирус присутствует. Возможно, там, сейчас поноса нет, вы там через 5 часов приедете домой и у него будет понос. И клиника. Тогда я, наверное, зайду все-таки, спрошу. Можно спросить. Ну, спросите, я просто не знаю, какой будет порядок. Хорошо. Платили 520 гривен за тест. Пойдем сейчас ветеринарку в другую, посмотрим, есть ли там стационар. Потому что к себе нести его, честно говоря, не очень хочется. Надеюсь, там найдем. Пойдем сейчас отнесем его в другую. Ветеринарку тут рядом, слава Богу. Но я не знаю, есть ли там стационар. Куда его девать, если его там нет. Вот так задача. Можно попробовать дома в коробку отдельную посадить на кухню. Просто вообще отделить от собак. Это самый крайний вариант, план Б. Сейчас посмотрим. Решим после того, посетим ветеринарку. Ну, хорошо, что сделали тест. Это так вроде... Ой, а что там в лесу сидел? Откуда там вирусы? Откуда там берется? Откуда он взялся вообще? Не знаю. Что это собачка? Надо было тебя заболеть. Давайте выбраться собакину. Хочете еще? Оставьте, пока собаки дома у меня не привитые. Собака у вас вакцинована? Это невакцинованная. Не можете. Не можете сказать. Понятно? Да. Если, допустим, вакцинована, то там вакцинована. Да, да. На стационаре бы была, но в целом клинике закрывается. Я понимаю. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Хорошо, ладно. Я понял. А сколько стоит стационар вообще? 590 грн. То есть, как труба. Все. Спасибо большое. До свидания. Ну что, тогда получается домой, а там как-то тебя отделить. Какую-то коробку сейчас надо найти. Короче, сейчас оставим в коробке и она явно будет спать. Я сомневаюсь, что она будет шебушиться и что-нибудь пытаться. Поэтому идем домой. Значит, что нужно делать? Нужно найти ветеринарку, в которой можно оставить инфекционного щенка. Потому что вот эти ветеринарки, ну, наши, в которые мы ходим и соседние, они не могут принять инфекционного. Наши не могут принять, потому что у них, в принципе, нету изоляции. А инфекционное не может принять у нас, потому что нету прививки от бешенства. И получается такая вот неудобство. Когда мы не можем его никуда ставить, то капать начинать уже надо. До того, как появятся первые симптомы. Потому что потом будет уже дольше и хуже лечить. Мы не можем его сюда лечить. Потому что ему нужно более условия. Это не так. А его были дома? Конечно, может. Просто это вы должны под вашим контролем. Ну, не знаю, как это все. Дома можно делать все. Вопрос в том, как вы будете это все контролировать. У вас в первых собаках. Ну, вы узнавайте там. Понял, хорошо. Я понял, хорошо. Получается, дома, если сходят в туалет, то это место надо как-то особым образом обеззаразить. Чтобы вирус там не остался. Ладно. 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 Что-нибудь попробуем пидеть. Пидешь кушать. Смотри, какая штучка. Молодец. Кушай. И пьет сама. Уже половину баночки выпила с утра. Я утром налил новую. А сейчас уже половинка. Так что пока что хорошие знаки. Кушаю тоже самое все время. Вот. Утром у нее было расстройство. Ну, оно еще как бы с ночи началось. Но утром, когда убирал, у нее несколько раз был такой небольшой понос. Но это еще не симптомы. Это просто поносик. Вот. И уже вышли первые глисты. Вчера дал глистогонку. Сегодня уже получил результаты хорошие. Я думаю, что в течение дня ждем еще новых пуза жителей. Молодец. Уже порцию мы увеличили еды. Потому что первое, когда мы давали, я давал примерно половину от этого, которое сейчас на место. Уже стоит более уверенно на ногах. Потому что, когда забирали в тот день, почти не стояло. Сразу ложилась. Худенькая, конечно. Но крепенькая. Уже пыталась из клетки выбраться. Царапала лапой клетку. Уже ей не нравится. Сидеть за оперативным. Что поделать. Ну, давай, давай, протолкивай. В следующий раз я попробую размочить корм немножко. Чуть-чуть буквально налью водички. Потому что она так сухо проглатывает его. Я смотрю. Я еще не пробовал. Поэтому надо будет на следующее кормление. Гляну, как она отреагирует на чуть-чуть размоченный корм. Я думаю, нормально. Может даже и полегче будет. Молодец. Сейчас кушал. Не доело тут. Давай. Уберу. Ну и хвостиком. Как тебя назвать? Собачка. Как тебя назвать? Сейчас я тебя поглажу с этой стороны. Просто не надо. Молодец. Худенькая такая. Худенькая. Худенькая. Ну ладно. Закрываем. О, малыш. Хвостик. Живот не твердый. Как иногда говорят при энтерите, он становится твердым и нормальный. Хорошенько. Хорошенько. Ну не исключаю, что это возможно начало энтерита. Просто еще пока без симптомов. Поэтому пока все еще наблюдаем. пеленки по мере необходимости меняем. Пеленки по мере необходимости меняем. И через примерно неделю сделаем анализ крови по поводу вот этого же энтерита. Уже не экспресс теста, а такой более надежный анализ. Посмотрим, может быть она уже будет здорова, если она уже этим болела и просто осталась в ней этот вирус. Потом скажем вам как там у нее дела и что дальше делать. Я сначала думал, что раз она из леса, то она будет бояться людей. Но она не боится руки. Ей это все интересно. Вот так вот. Она еще привыкнет. Чуть-чуть побаиваться и немножечко. Это не те собаки, которые родились без людей и выросли без людей. Скорее всего она просто последнее время была без людей, поэтому пока еще не привыкла. А вообще она, я думаю, что она домашняя. Просто кому-то не нужны были щенки. Вот она и попала. Благо, что ее уже месяца два с половиной и она смогла выжить. Поэтому будем заботиться. Я думаю, что ее выкинули скорее всего с ее там сестрой или братом. Не знаю, кто там с ней был рядом. Вдвоем они бегали. Скорее всего кто-то вывез из какого-нибудь села или города. Просто в лес оставили. Если так на самом деле произошло, что ее вывез кто-то в лес и оставил просто умирать, то, мягко говоря, это нехороший человек, который своими действиями обрек щеночка на, скорее всего, на смерть, если бы мы его не нашли. И такие люди не могут стерилизовать собаку, ответственно, к этому подойти, чтобы не допускать ненужных для него щенков. Просто, не знаю, не думают об этом, наверное. А потом, ой, случайно получилось, заберите, спасите. А этот человек просто решил никому не обращаться и просто сам решил вывезти щенков. Не знаю, его там ничего ли по ночам у него не дергает. От такого поступка ужасного. Смотри, какая ты миленькая. Милашка. Милашка. Ну, только лись-лись. Такая добренькая собачка. Если получится все со щеночком, все хорошо будет, я очень на это надеюсь, что можно будет с ним вам показать дрессировочки. Как приучивать к поводку, как дрессировать щеночка в самом начале. Но нужно придумать ей имя. Собака. Потому что собака должна будет знать свою кличку, имя, чтобы начать с ней дрессировочный процесс. Можете в комментариях предложить свой вариант имени для этого малыша. Малышки. Это девочка. Да? Хорошо. Хотел поблагодарить всех за вашу активность и заполнение анкет. Благодаря вам мы нашли новую семью малышу Леону. И сейчас готовим его к тому, что он поедет на поезде. Потому что семья новая находится в Черновцах. Вот. Мы связываемся с новой хозяйкой постоянно по телефону. Она уточняет у нас, что лучше купить. Как лучше приготовиться к его прибытию. И она сама за ним приедет. Но он пока находится у меня. Потому что в поезд без прививок и паспорта не пускают. А ему после операции нужно еще немножко подождать. И потом можно будет сделать прививку. И только после этого его можно будет отправить на поезде. Вот. Еще, кстати, хотел поблагодарить вас снова же за вашу поддержку. Благодаря этому я купил сегодня много упаковку пеленок. 50 штук для нового щенка, который сейчас у меня дома. И таблетки от глистов. После того, как выгоним всех глистов, надо будет снова делать ему прививки. И я очень надеюсь, что за это время он не заболеет энтеритом окончательно. То есть у него не будет никаких симптомов. И это просто, я надеюсь, очень просто пройдет и все. И не нужно будет его никак лечить. Потому что щенок сейчас очень такой уставший. И боюсь, как бы ему не стало хуже, если он заболеет окончательно. Так. Всем спасибо. Дальше работаем. Подобрался. Спасибо. Подушечка. До свидания. Под healthy depression Zustaliśmy. До свидания. Редактор с помощью питания. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...